Уважаемый Константин Анатольевич, уважаемые участники сегодняшнего интересного разговора, я вижу, что идет открытый анализ пройденного Россией пути. На мой взгляд, это своего рода новая форма общественной деятельности. Мне и как депутата Государственной Думы России, и как председателю общероссийского движения поддержки флотов в течение месяца приходится на десятках мероприятий, извиняюсь за словечко, присутствовать. Сегодня я оценю достаточно откровенный разговор, где сталкиваются идеи и мнения. Константин Анатольевич, желаю вашему клубу двигаться на этом курсе и далее. Но вместе с этим, да, кстати, я хотел бы сказать, я также готовился к этому заседанию. У каждого из вас есть мои материалы в соответствии с предложенной темой. Можно там поругаться или поддержать, если кого-то будет желание проанализировать, готов к дальнейшей работе. Но в чем трудность состоит и сегодняшнего момента, и жизни наших предков? Она как в капле воды, вот проявляется. Вот посмотрите, каждому из вас дали, опять извиняюсь за иностранное словечко, при регистрации Бэджик дали. Посмотрите, там написано, Иван Иванов. Мы же в русской традиции, Иван Иванович. Все. Вот капли. Вот мы все такие, мы с удовольствием ругаем Сталина. Нынешнюю власть. Но вот тот, который делал, парень молодой или девушка, он не задумывается, извини меня, Иван Иванович, там, или по отцу, по матери нас зовут. Вот, я сижу с двумя выдающимися негматулиными. И мне приятно. В наших вот этих вещах отражается все. Вы думаете, что, кто-то сотрудник, злоумышленник делал? Нет. Пожалуйста. У нас в Государственной Думе Ростелеком делает выставку «Карта России». Я, естественно, все, что позволяет время осмысливать и увидеть, я это вижу. Подхожу, смотрю, Ростелеком, богатый и так далее. Представляет молодые девушки, парень. Им изображена карта России. Ну, где структуры Ростелеком работы. И нет меморомной Калининградской области. Я вам говорю, девушка, как же вы в Ростелеком, у вас нет меморомной области. Вы думаете, извинились? Ну, извините, мы сейчас доложим. Прохожу и через день, через два. Не извинились, и на карте не появилось. Ну, о чем тут? Каких вы ищете злоумышленников, конспирологии? Вот оно, само неуважение во всем. Я маленький пример. Хотите масштабные? Зайдите в московские театры. В любые театры. Я депутат Государственной Думы от Мурманской области. В месяц идёт 11 спектаклей. Из них 6 будут на темы и сценарии Франции, Англии и так далее. Можете зайти в английские театры, французские. У них будет 80% или 70% на свою тему. О чем мы говорим? Тут вот здесь пытались нас столкнуть, может быть, в силу, что мы непросвещенные люди. Но извините, у нас первый гимн был на английскую музыку. Боже, храни. На английскую музыку. Извините, коллега. Секундочку. Вы даже не знаете, что первый гимн был. Первый гимн был на музыку. Подчёркиваю, я сказал не слова, а музыку. Английскую. Секундочку. После, когда три гимна были одинаковые. После победы над Францией. Когда у Пруссии, Англии и России гимны были одинаковые. И Александр ехал. Слушайте, вот у нас музыка одинаковая. Неизвестно, чья страна играет. Мы думаем, что думаем. Второй гимн мы сами написали. Тоже французский. После 17-го года демократический. Марсельеза. Интернационал у нас при Сталине был. Вплоть до окончания войны нерусский. Поэтому я первое предложение хотел бы внести к той мысли, которую озвучил в начале. Нынешние 20-летия, как бы мы её не оценивали. Да, оно принесло много беды. Мы потеряли много земель. Мы потеряли курс в развитии страны. Но это время за тысячелетнюю историю. Готов поспорить самое благоприятное для анализа пройденного пути. Никогда, ни в одно время мы не могли бы сказать правду. Ни в Сталинское, ни в Брежневское. Я это говорил. Никогда. Тут же пришли за тобой бы. Или ты никогда не стал бы первым секретарем райкома, обкома и так далее, если бы ты не лицемерил и не подложил. Секундочку, сегодня первый этап. Хотя бы, Булат Искандерович, мы можем говорить. Я к этому же возвращаюсь. Первое. Мы сегодня должны с вами вот эту линию продолжить. Слышат. Слышат. Ещё раз почувствую. И реагируют. Но просто мы не знаем, как изменить. Я же вам сказал, вот кто заставляет нас не уважать себя. Пример в завершении. Я в прошлом году был на Сахалине. И когда, ну поскольку капитан Перуан, движение поддержки флота вызвали. Кстати, я член фракции «Единая Россия». Вхожу в комитет по обороне. Так вот. На Сахалине общаешься. Гостиница. Шикарная гостиница. Кстати, на Сахалине я больше не знаю, нигде столько гостиниц. Трёхзвёздных. Где столько собран в одном месте. Ну и что вы думаете? Мне жалуются. Вы там за Уралом. Не думайте о Дальнем Востоке. И начинают говорить. И эта беседа была в коридоре. Поднимаю глаза. Вот. А у них часы показывают Лондон, Нью-Йорк. Ну, как всякая гостиница. И нет Москвы. Понимаете? Вот мы такой народ. Поэтому первое я хотел бы предложить. Продолжить линию на просвещение самих себя и общества. Второе на осмысление. Только лидировать в этом. И выстраивать общественный политический вектор развития на основе самоуважения и оптимизма. За тысячу лет у нас всякие времена были. И после 1917 года писали, Россия погибла. А мы только единственные, кто мог дать Гитлеру по шее. Дадим и остальным. Вначале мы должны, сейчас говорю, просветиться и самопросветиться, самобусловить, осмыслить то, что прожили. И выстроить рабочие линии. И каждый в своем месте должен вести себя именно достойно, а не заимствуя. Спасибо за внимание. Спасибо, Михаил Петрович. Я бы бросил такую реплику, извините. Мы не такой народ, как вы имеете. Мы такой народ, который держим и терпим вот таких начальников. И вот за это нам достается. Вот это самый главный вывод. Из всей истории.